В эфире итоговая информационная программа в студии Алена Куколева. Здравствуйте! О событиях прошедшей недели расскажут наши авторы. Смотрите в этом выпуске. Николай Любимов поручил публиковать в интернете информацию о ремонте дорог. Повздорил с соседом. Полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобилей на улице Бирюзова, где растут железные подснежники, в городе много брошенных автомобилей. И в пятницу в России отметили День архива. Исполняющий обязанности губернатора региона Николай Любимов поручил публиковать в интернете информацию о ремонте дорог. Любимов считает, что, цитирую, люди должны об этом знать для того, чтобы не было какой-то искаженной информации, чтобы информация эта была всем доступна. Понятно, что сейчас ремонтные работы будут выполняться в основном с помощью гранулята или литого асфальта. Это временная мера. Конечно, временная мера, которая необходима именно сейчас для того, чтобы люди просто-напросто могли по дорогам нормально ездить, не проваливаясь колесами в ямы. Но нам необходимо, как только погодные условия позволят, сразу же начинать плановый ремонт. Попрошу здесь активизировать работу побольше бригад ремонтных, побольше информации для людей, чтобы они видели, какие дороги сейчас уже ремонтируются, какими технологиями вы пользуетесь. И, конечно, надо вывешивать информацию на сайтах, надо на пресс-конференциях об этом говорить. Тем временем рязанцы, в свою очередь, поддерживают такую открытую политику по улучшению состояния города. В интернете даже появился видеоблог для борьбы с грязью на улицах Рязани. Его автор «Молодая девушка» снимает сюжеты из самых неприглядных мест города. Первые два касаются окрестностей торгового городка, где сейчас действительно страшно, и не из-за сезонного таяния снега. На видео полная разруха и отсутствие самой элементарной уборки. Девиз видеоблогера – Рязань должна быть лучше. Все находится в ужасном состоянии или не ремонтировалось с советских времен. Николай Любимов поручил также продолжить проверки газового оборудования в жилых домах. Трагических ошибок, как в осеннем переулке, в регионе больше быть не должно. А для этого надо вместе качественно и ответственно работать, сказал он. Особое внимание, конечно, нам необходимо обратить на дома, которые еще не выбрали форму управления. И, конечно, необходимо непосредственно диагностике газового оборудования, вентоканалов уделить повышенное внимание. И в продолжении темы плохих дорог. Это не только большая проблема города. Жители области страдают от бездорожья не меньше. Так, в Рыбновском районе дорога к населенному пункту отсутствует вовсе. В редакцию телекомпании обратились его жителям. С ними встретился Валерий Седов. То, что по весне дороги в нашем городе оставляют желать лучшего, знают все жители. Но их состояние в области еще хуже. Особенно в разлив незасфальтированные дороги размывает водой. И проехать по ним можно не на каждой машине. Так, в Рыбновском районе Рязанской области стоит деревня Облова. Она располагается всего в полутора километрах от федеральной трассы. Но дорог здесь нет совсем. Точнее, они существуют. Но найти их может не каждый водитель. Я житель деревни Облова. Живем в пяти километрах от Рыбного. Как вы видите, мы к вам обратились за помощью. Потому что у нас нет дороги. Не выехать, не заехать мы не можем. Так как здесь грязь постоянная. Жители деревни уже давно поменяли свои машины. На легковых автомобилях проехать по глубокой колее из грязи практически невозможно. Даже женщины пересели за непривлекательные Нивы. И приезжают на работу по колено в грязи. У нас у всех Нивы, потому что других никак нереально. И после каждой сезона, весна, осень у нас у всех машины в ремонте. Потому что разбивается вся ходовая. Ну, тут нереально просто. Тут просто плаваешь. Люди из деревни Облова каждый день ездят на работу, сталкиваясь с дорожными проблемами. Автомобили, которые приходится отмывать от грязи, отнимают множество сил. Но проблема дорог не только у жителей, но и у экстренных служб. Здесь ни пройти, ни проехать. Скорая помощь с большими трудами к нам проходит. Вот у меня был случай, с мамой у меня стало плохо, она тут, ей 75 лет. Прежде чем проехать скорой, вызвали пожарную. Пожарная вытащила эту скорую из этой ямы, которая там. Потом только приехала. Это большой энтузиазм у нас, у наших медиков. Жители деревни Облова пытаются добиться справедливости своими силами. Они не раз писали письма в различные инстанции. Но все это впустую. Ходили мы к главе марковского поселения Кмиренкина Наталье Владимировне. Она нам так сказала, что деревню признали неперспективным. А кто ее признал неперспективным, она нам на это не отвечает. С людьми никто не беседовал, никто ничего здесь не узнавал. И как понять, признали деревню неперспективным, если здесь проживает 23 человека. А по ее данным, что здесь прописано только 7 человек. Но если 7 человек прописано, значит должна быть дорога. Им за хлебом надо съесть, за продуктами этим людям. На все вопросы нам так отвечают, что прописано 7 человек, что денег на вашу дорогу нет. Что мы вам в октябре защебенили. Щебенки нет вообще, практически она вся съелась, так как разлив. Щебенка, которой администрация засыпала дорогу, попросту утонула в грязи. Так что ситуации это не сильно помогло. Дороги у жильцов по-прежнему нет. Отсутствуют в деревне и фонари освещения. Но даже это меркнет на фоне других проблем. Слабое напряжение и отсутствие газа. Здесь лэп, столбы в аварийном состоянии все находятся. Напряжения здесь в деревне не хватает. Проблема газификации деревни стоит очень остро. В облове еще в 2016 году должны были провести газ, согласно программе газификации деревень. Но в соответствии с отчетом, этот населенный пункт признан неперспективным. Не помню в каком году, люди говорят, здесь собирали деньги на проект, на то, чтобы провести газ. Но так нам в деревне газ не провели, а провели этот газ в подлух. В подлухе, по моей информации, проживает три человека. Но мы не виноваты, что здесь у нас чиновник не живет, что нам не могут газ провести. Если бы жил у нас какой-то здесь чиновник, то я думаю, газ бы нам уже давным-давно провели и дорогу бы сделали. Все мы возмущены, просим вас помощи. Может быть, хотя бы власти города, Рязани на нас обратят внимание. Потому что с местной администрацией только одни отписки. Перефразируя шотландского поэта Роберта Бернса, хочется сказать. В свою очередь, в администрации города в начале недели состоялся брифинг, на котором пообещали, что в этом году в Рязани планируют отремонтировать около 40 километров дорог на более чем 30 улицах. Какое странное и манящее и несущее, и чудесное в слове дорога, и как чудна она сама, эта дорога. Эти слова Николая Васильевича Гоголя, который всегда много писал о ней. Но если бы он прокатился по улицам нашего города, то его мнение резко изменилось. Ведь с приходом весны начинается прибыльный период у всех автомастерских. Почти на каждой дороге нашего города появляются невидимые зимой ямы. Скорость автомобильного трафика резко снижается, ведь каждый водитель старается объехать все выбоины, порой по самым немыслимым траекториям. Дороги превращаются в настоящие лабиринты, а ведь весна только-только началась. Дороги очень ужасные. Ужасные дороги. Хорошие дороги, что ли, ям на ям. И делают новые дороги, они все разбиваются, как эти. От технологии другой совсем делать. Плохое состояние. Те, что делались новые вот этим летом, они еще как-то более-менее держатся. Все остальные разбиты. Центры более-менее, а тут вообще по крайности просто ужасные, как во время войны, после войны. А ломаете машину на дорогах? Конечно, ломается подвеска. А что чаще всего? Подвеска. Колеса. Подвеска летит. Диски. Все разбивается. Ходовая. Часто ломаете машину на них? Каждую неделю. А что чаще всего? Ходовая. Но есть и хорошие новости. Сегодня в администрации Рязани состоялся брифинг, посвященный проведению в городе дорожных работ. В 2017 году запланирован капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог на 31 участке. Общая площадь дорог подлежащих ремонту составляет 350 тысяч квадратных метров, протяженность ремонтируемых участков порядка 40 километров. Также сообщается, что большое внимание будет уделяться комплексному ремонту дорог. Это включает в себя в первую очередь обустройство современных средств обеспечения безопасности дорожного движения, особенно на дорогах, где есть 4 или 5 полос. Такие как Первомайское шоссе, Куйбышевское шоссе, улица Большая. При таких работах установят светофоры, искусственные неровности на нерегулируемых пешеходных переходах. Из всего перечня дорог администрация остановится на тех, что нуждаются в капитальном ремонте или реконструкции. Улица Большая, на участке от пересечения с Советской Армией до пересечения с улицы Тимакова. Там будет происходить уширение проезжей части в район пересечения с улицы Тимаковой. Будет строительство тротуаров, а также будет строительство наружного освещения. От окружной дороги до проезда Шабулина появится новая, протяженностью 1,6 километра. Строительство будет вестись по новейшей технологии под названием «Тощий бетон». Суть нового метода довольно проста. В асфальт будет добавляться бетон для его прочности. На участках с интенсивным движением транспорта будет применяться смесь высокопрочная ЩМА. На других участках это будет горячий асфальт и бетон, но с добавками. Добавками, которые придают прочность, придают адгезивные качества и повышают эксплуатационные качества дорожного покрытия. Также будут отремонтированы водоотводы и бордюрные камни. По заявлениям администрации, строительство будет вестись на тех улицах, где это необходимо. На ремонт будет выделено 620 миллионов рублей. Безусловно, главным событием этой недели стал праздничный день 8 марта. Женщинам говорили приятные слова родные и близкие, а накануне 7 марта прекрасную половину поздравляли коллеги на работе. Рязанок поздравил исполняющий обязанности главы региона Николай Любимов. Сделал он это в весьма необычном формате. На улице он лично дарил девушкам цветы. А после с молодыми людьми волонтерами выпустил в небо красные шарики в виде сердец. Мы дарим вам наши убытки! Мы дарим вам наши сердца! На праздник исполняющий обязанности губернатора Николай Любимов впервые появился на рязанской публике вместе с женой. Они посетили в областной филармонии концерт, посвященный Международному женскому дню. К другим темам. В Рязани задержали злоумышленника подозреваемого в поджоге автомобилей. Напомним, на оплатной стоянке на улице Бирюзова сгорели шесть авто. Посреди ночи неизвестный облил машину бензином и поджег ее. Огнем был полностью уничтожен автомобиль марки «Хонда», принадлежащий 45-летнему рязанцу и повреждены еще пять иномарок. Инциденты подобного масштаба случаются в Рязани нечасто, поэтому новость вызвала бурное обсуждение среди горожан. В чем причина? Месть конкурентов или же простое хулиганство? Теории выдвигались разные. На записи камеры видеонаблюдения, которые засняли момент возгорания, полицейские увидели, как к машинам подошел мужчина. Он чем-то облил один из автомобилей и вспыхнуло пламя. Также на поджог указывали характерные особенности распространения огня. Но, как впрочем, часто и бывает, во всем стал виноват алкоголь и обыкновенная ссора с соседом. Ранее судимый 40-летний рязанец, будучи в состоянии алкогольного объединения, повздорил с соседом. Решив отомстить, он купил на заправке неподалеку бутылку с топливом, облил авто соседа и поджег его. Полицейские разыскали злоумышленника и задержали его при силовой поддержке бойцов СОБРа. Весна покажет, где растут железные подснежники. Проблема брошенных машин во дворах и на трассах существует не первый год. Занесенные снегом так называемые автоподснежники мешают как другим автомобилям, так и обычным пешеходам. Ежегодно с началом весны на улицах Рязани городские службы находят сотни брошенных автомобилей. Подробности в репортаже Валерия Седова. На улицах города весной вырастают не только цветы. С первой песней перелетных птиц в наших дворах из-под снега прорастают металлические бесхозные цветки. Зачастую немногим известно, кто хозяин этих автомобилей и как надолго им предстоит пребывать в одиночестве. Такие машины занимают парковочные места, могут мешать другим выехать из двора и причиняют множество разных неудобств. Вот только как поступать с такими автомобилями знает далеко не каждый. Автомобиль стоит на асфальтовом покрытии, соответственно попадает в зону действия ГИБДД. Если автомобиль стоит на территории в общедалевой собственности жильцов, то ответственность за него несут непосредственно сами жители. Также, если он располагается на территории государственного кадастрового учета, то администрация города также не несет ответственность за эту машину. Транспортное средство стояло на муниципальной земле, на зеленой зоне, газоне, земельном участке, придомовой территории или детской площадке. В таком случае к данному владельцу применяется у нас, то есть уже действуют правила благоустройства, и владелец несет ответственность в виде штрафа от 500 до 5000 рублей. Но звание брошенного автомобиля надо еще заслужить. Не все бесхозные машины попадают под данную категорию, и стоит отличать их от оставленных на длительную стоянку. Как я уже говорил, брошенное транспортное средство по сути не должно выглядеть как транспортное средство, оно должно выглядеть как кузов, то есть оно должно быть разукомплектовано. При нахождении бесхозного автомобиля администрация города ищет его хозяина. Поиск проходит в течение двух недель путем звонков и расклеивания объявлений. Если же водитель не является, то машины эвакуируют на спецстоянку. Даже в таких ситуациях владелец может объявиться и забрать свой автомобиль. Если, соответственно, данное транспортное средство долгое время, или точнее разукомплектованный кузов, он долгое время не находит своего владельца, тогда также есть порядок по утилизации данных кузов. Автомобиль при долгой стоянке изнашивается точно так же, как и при эксплуатации. Даже существует вероятность сохранить многие детали в более лучшем состоянии при его использовании. А при его долгой стоянке многое может пострадать. Во время длительных стоянок у автомобиля начинают протекать процессы ржавения, там, грубо говоря, покрытие ржавчиной кузова снизу. Все жидкости в автомобиле, достаточно много жидкостей в автомобиле, точнее гигароскопичны, то есть накапливают влагу в себе, такие как тормозные жидкости, например, да и просто в масле образуются конденсаты. Масло оттекает от движущихся поверхностей и все сливается в поддоны. Аккумуляторная батарея не должна разряжаться в ноль. Поэтому, если вы хотите оставить свой автомобиль на долгую стоянку, то лучше забрать аккумулятор с собой. Машину лучше оставить в хорошо проветриваемом помещении. По весне автомобиль не следует сразу же заводить и двигаться в путь. Стоит проверить уровень всех жидкостей заряда аккумуляторной батареи. Рекомендуется подольше постоять, прогревая мотор. А что, от других советов в принципе и нет. То есть зарядили аккумуляторную батарею, проверили масло, уровень, и тогда уже бегом в сервис. В сервисе уже пускай вам меняют масла, соответственно, поменяют фильтра, которые уже за это время зачастую забиваются грязью или отмокают. Но все же, не стоит оставлять свой автомобиль на длительное время стоять без своего хозяина. Ведь то, что ваш автомобиль начнет скучать, станет для вас самой наименьшей проблемой. Сотрудники госавтоинспекции и службы МЧС провели первый совместный рейд. Они проверили, знают ли водители правила дорожного движения, когда встречаются со специальной техникой, например, с пожарной машиной. Чем закончился эксперимент и как он проходил в репортаже Галины Ершовой. Весна, ручьи и расцветающая природа. Однако этот период для сотрудников МЧС является одним из самых сложных. Подсохшая трава загорается от яркого солнца, и в день на пульт дежурного может поступать до 15 вызовов. Чтобы добраться до места пожара, у специалистов есть ровно 10 минут, которые не всегда расходуются эффективно. По городу Рязани есть некоторые проблемы, когда особенно час пик, то есть это утренние часы с 8 до 9, и в вечернее время с 17 до 19 часов пробки, так называемые, на дорогах присутствуют, поэтому приходится пожарным автомобилям двигаться по встречной полосе, то есть с соответствующими проблесковыми сигналами, с звуковой сигнализацией. Сегодня первый раз сотрудники МЧС и ГИБДД провели совместный рейд. В течение марта запланировано несколько таких акций. Это реальный выезд на место трагедии. Пожарные быстрыми отточными движениями забираются в машину. Вместе с ними в кабине находится сотрудник ГАИ. Он с помощью видеокамеры будет фиксировать нарушения. По закону специальную технику, к которой относится пожарная машина, должны пропускать все участники дорожного движения. Однако на практике женщины и молодые водители могут растеряться. В основном такие факты выявляются при проезде перекрестков, когда водители не могут сообразить, откуда исходит звук, где им нужно остановиться. Они думают, что заканчивая маневр, они ничем не мешают такому транспорту. В результате происходит задержка спецтранспорта, приходится оттормаживаться водителю. Нарушения оформляют сразу на месте. Сотрудники ГАИ передают сигнал дежурным автомобилям, которые задерживают нерадивых водителей. Ответственность за данное нарушение, за непредоставление такого транспорта, предусмотрена частью 2 статьи 12.17, в соответствии с которой водителю грозит административный штраф в размере 500 рублей, либо лишение права управления на срок от 1 до 3 месяцев. В феврале подобные рейды прошли совместно с сотрудниками скорой помощи. Было зафиксировано 6 нарушений. В марте особое внимание уделят пожарной технике. Ведь от скорости ее приезда на место трагедии зависят жизни людей и имущества, которые успеют или не успеют спасти пожарные. А с 1 апреля в регионе начинается особо опасный сезон, когда увеличивается риск взгорания лесных массивов. Именно к этому периоду повышенной оперативности сотрудники МЧС готовят не только личный состав, но и жителей города. В пятницу Россия отметила День архива. Почти три века назад Петр I создал архивную службу. А значит, уже тогда было полное понимание того, насколько важным элементом жизни государства и общества является задача по сбору и хранению документов. В Рязанском государственном архиве побывала Марина Комиссарова. По постановлению Педагогического совета Рязанской мужской гимназии Зелятрова. Ученик 2-го класса. Мордовченко Николай за отличное поведение и хорошие успехи при переходе из 1-го во 2-й класс. Удостоен награды. Вот такую грамоту получил Мордовченко Николай в 1915 году. Здесь, в этих бесконечных коридорах, застыла история. Журналы, рукописи, свидетельства и документы вековой, двухвековой давности в архивах хранилища дореволюционного периода. Оно занимает третий этаж. Такие же хранилища находятся на каждом этаже с 1-го по 6-й. Существует, конечно, несколько режимов хранения документов. Это и световой режим, и поддержание санитарно-гигиенического режима. Также противопожарный, соответственно, очень важный. Ну и сохранность от посторонних лиц. Поэтому то, что вы здесь находитесь, это прямо буквально не каждый может попасть у нас в архив хранилища. Вход в помещение строго запрещен. Даже сами сотрудники ведут работы в специальных кабинетах. А работы у них предостаточно. Чтобы поддерживать тот же температурно-влажностный режим, у нас существует система кондиционирования. Поддерживается определенная температура от 17 до 19 градусов. Также влажностный режим – это 50-55%. Соответственно, чтобы документы были в надлежащем виде, с ними тоже проводятся различные работы. Это как обеспыливание, реставрация документов. Когда-то все материалы, что хранятся сейчас в Горо, располагались в разных местах. На переезда дочь нашей сотрудницы, начальника отдела публикации, Галина Константиновна Гольцева, студентка художественного училища Юлия Гольцева, рисовала. Вот мы раньше были в Хрест-Рождественском соборе. Вот это рабочая комната, которая находилась в алтаре. В алтарной части. Это, видите, каталог, рабочий стол. Так мы раньше работали. Тогда, в начале 2000-х, сотрудники сами, в буквальном смысле, слово на собственных спинах переносили слов в драгоценные клады из храмов в нынешний архив. Энтузиазм и, безусловная, бескорыстная любовь к делу отличают работников архива. Иначе как можно сохранить огромный пласт информации истории нескольких веков? Вот так бы могла выглядеть наша мэрия. Русь называется. Проектов было много, и часть их сохранились. Русь, родной стиль, Москва в Рязани, 9 марта. Свои варианты желающие предлагали с середины 19 века до начала 20-го. А такое творчество дел рук гимназистов. Постановки спектаклей, красочные программки, тщательно составленные тексты. Аккуратность и трепетность чувствуются в этих весточках из года 1905-го. Каков привет, таков ответ. Программа спектакля тоже, 10-й год. Видите, ученицы как красиво рисовали. Не в телефон играли. Самые ранние документы в этом архиво-хранилище датируются 16-м веком. Документы личного происхождения и официальные, например, протоколы. Узнал, это слушались, как знаете, различные вопросы. Например, слушали рапорт Егоревского земского суда. Пристава Стан от 18 апреля представил приговоры на должность статского христианина деревни Калачева и так далее, и так далее. Что решили по этому вопросу, какое было принято решение, кто присутствовал. Ну, как протокол заседания по различным вопросам. Чаще всего сюда обращаются исследователи, историки, краеведы, желающие восстановить некоторые исторические факты. Но среди посетителей немало и тех, кто к науке не причастен. Интересующихся, ищущих свои корни или одержимых желанием построить дом, похожий, например, на те, что стояли в Рязани пару сотен лет назад. Какие сокровища хранятся в этом здании, сложно представить. Скрыт от простого глаза и неимоверный ежедневный труд работников, благодаря которым каждый попавший сюда документ хранится в нужных условиях и должном состоянии. В Рязанском Медуниверситете прошел второй этап фестиваля спорта под названием «Физкультура и спорт. Вторая профессия врача». В состязаниях приняли участие 200 человек из 10 медицинских вузов страны. Волейбол, плавание, настольный теннис – это только некоторые дисциплины, в которых показали себя будущие врачи. Праздник жизни – фестиваль спорта, здоровья и правильного образа мыслей. В Рязанском Государственном Медицинском Университете имени Академика Павлова стартовал турнир «Физическая культура и спорт. Вторая профессия врача». В нем приняли участие более 200 студентов из 10 медицинских и фармацевтических вузов, расположенных в Центральном федеральном округе. Рязанский этап – это второй этап Всероссийского фестиваля. Его победители покажут свое мастерство в апреле в Казани, где сразятся за главный приз турнира. «Позитивное начало, очень интересное начало. И самое главное радует, что действительно много ребят, много ребят в медицинских вуз занимаются спортом, приезжают, и год от года это количество растет. Конечно, врач должен на своем примере показывать, как надо вести здоровый образ жизни, как заниматься спортом, как совмещать все и работу, и учебу». Участников ждет три дня ожесточенных состязаний, ведь уступать соперникам врачи не привыкли. Они сразятся в двух дисциплинах – плавании и волейболе. «Команда, она дисциплинирует, она позволяет ребятам чувствовать плечо. А в той же операционной, когда работает бригада из 5-6 человек, каждый делает свое, каждый отвечает друг за друга, но тем не менее делает общее дело». В том, что спорт помогает в нелегкой профессии врача, уверены все участники. Кирилл Снытников приехал из Воронежа. Более 10 лет своей жизни он посвятил плаванию и сегодня стал первым победителем соревнований, обогнав соперников на дистанции 50 метров к ролям. Кирилл утверждает, что спорт не отбирает у него время, а дает преимущество перед сверстниками. «В жизни помогает тем, что я меньше устаю от учебы и могу расслабиться тем, что я по этому бассейну поплаваю. Врач должен быть крепким. Допустим, в хирургии, когда очень сильно напрягается спина, у плавцов спина развита, поэтому это очень сильно помогает». 10 марта в рамках соревнований прошел последний заплыв. Мастера вольного стиля, кроли и бутерфляя сейчас получают заслуженные медали. Но главный комплект останется в родной Рязани. Команда Рязанского государственного университета имени академика Павлова заняла первое место в общекомандном зачете. «Для меня, честно скажу, очень эмоционально значимо вот эта сегодняшняя победа в плавании. Никогда Рязани не выигрывала. И вот сегодня в этой упорной и честной борьбе это удалось. Мы много делаем для этого». Волейбол не уступает по зрелищности и плаванию. Своей сборной представили вузы из Ярославля, Курска, Воронежа, Иваново и многие другие городов. В этом году был установлен рекорд по числу участников. Своё мастерство показывают 10 женских и 8 мужских команд. «Долгие годы упорных тренировок». «Не приезжали специально мальчики наши, пока не подготовились». «Ждём от Рязани, мощи, игры, экстрима. Посмотрим, что будет. Но мы готовы ко всему, мы готовы рвать». «Мы уже не первый год участвуем в этих соревнованиях. Достаточно все опытные игроки, будем так говорить. И поэтому настраивать их не надо. Эти соревнования для нас праздник. Это самое яркое событие в спортивной жизни нашей». Горящие глаза и азарт болельщиков – сумасшедшая атмосфера, которая царит на площадке. Студенты личным примером доказывают, что спорт – это залог здоровья и успеха. А сегодня они не просто покажут, кто из них лучше в своём деле, но и приобретут друзей, к которым можно будет обратиться за советом и в дальнейшей уже профессиональной практике. На этом всё. Новости и другие авторские программы моих коллег смотрите на нашем сайте. Мы с вами прощаемся до понедельника и желаем вам хороших выходных. Субтитры создавал DimaTorzok